В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день декабря с погоды. В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». В нашей студии Маталья Умарович расскажет моей соведущей Белли Джозаевой о выборе названия своего нового сборника и его художественном содержании. Доброе утро всем! Доброе утро, Маталья Умарович! Я очень рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Буквально в этом году увидела свет ваша новая очередная книга с таким красивым названием «Как долг день, как жизнь коротка». Я знаю, что в эту книгу вошли как лирические произведения, стихи, так и рассказы. Как долго вы работали над этой книгой? Откуда такое название? Ну, по поводу названия. Один мой товарищ помог мне с названием. Он, давай, говорит, вот так назовем твою книгу. Он мне дал сегодня. Я ночью написал стихотворение под этим названием. И она находится в этой книге. «Как долг день, как жизнь коротка». Здесь новые рассказы? Да, они абсолютно все новые. Нигде они не печатались. Некоторые, правда, печатались в газете «Вестник» Карачаева-Черкесии. Маталья Умарович, часто у авторов бывает такая проблема. Они не знают, как назвать книгу, как назвать свое произведение, даже как обозначить свое стихотворение. Я смотрела вашу книгу, и меня удивили названия. Они такие необычные. Вот я даже процитирую. «Жалоба Иванушки», «Приходите завтра мне говорят», «Кукла Клара», «Драма за кулисами». Ну, «Драма за кулисами» более-менее понятно, «Другой Яшка». Для вас что легче – начать написать или придумать название? Мне легче всего написать, а потом из этого стихотворения выбирать какие-то слова. Ну, в данном случае мне понравилось вот это название, поэтому я и написал стихотворение уже, после того, как появилось это название книги. А вообще-то, конечно, каждый раз я, когда книги беру, читаю название, а потом ищу в оглавлении, оправдывающее вот это название. Поэтому я очень люблю вначале название, а потом писать об этом. Я бы хотела, чтобы вы прочитали какое-нибудь стихотворение из этого сборника. Небольшое стихотворение называется «Все остается людям». И на самом деле, что «Все остается после нас людям». Ничего никто не заберет туда. «Все остается людям». Земные дела, успехи и неудачи, ссоры, споры, зло и добро, и всякое, простите меня, дерьмо. «Пока живется, живите, больше добра творите, чтобы не сказали во след, будь прокслен и на том свете». Конечно, такое неоднозначное стихотворение, но, видимо, это был своеобразный крик души. Я, конечно, поздравляю вас еще раз с выходом вашей новой книги. Я желаю вам дальнейших творческих успехов. Спасибо вам. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке, затем также программы абазинской редакции. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова